Всем доброе утро! Так, значит, я проснулся с мыслью, что со мной что-то не так. Я опять спал 10 часов с хреном, и причем у меня было три будильника, а то и больше, и я ни на один не смог встать. Я начал гуглить, что такое. Мне написали, что это какие-то проблемы со здоровьем. Я не знаю, что сказать. Ну, пишут, надо, короче, спортом заниматься. И не пить алкогольные кофеиновые напитки во второй половине дня. Ну, я вроде не пил, но не считаю нового года. Поэтому я принял волевое решение, надо как-то в спортзал, наверное, все-таки начать ходить, хотя бы бегать на беговой дорожке, как минимум, чтобы хоть куда-то силы тратить, а то я действительно целый день сижу на стуле, у меня, типа, ну, организм вообще никак не устает, поэтому я не могу очень долго заснуть, а потом не могу очень долго встать. Короче, я не знаю. Кристина вот пока я спал, сама встала, запустила стрим. Молодец такая, я так ей доволен. Два гайди на ютубе посмотрела, как запустить стрим. Там ничего другого не сказали, поэтому методом тыка. Я очень рад, что она так сделала, что у нее получилось. Сидит, тут конфетки тощут с самого утра. Два бутерброда съела, да? Надо мне тоже будет сейчас позавтракать. И все. И, наверное, я сменю ее, правда? Или ты еще будешь играть? Ну, можешь еще поиграть, я пока еще посижу на диване, что-нибудь поделаю, а потом ты встанешь. О, нормальная карта. Слушайте, погнали, ребята. Мы с Никитой немножечко сменились, теперь Никита ведет стрим, играет в Fortnite. А я тем временем подготовила творог. Поставила немножко высохнуть и разогреться в сковородку. Буду сейчас жарить сырнички. Мы очень давно хотели сырники, и вот творог лежит. Решили сегодня его использовать, потому что, как бы, чтобы не испортилось, во-первых. Во-вторых, вкусно. И только что мы, в конце концов, справились с тем розыгрышем, который проводили 31 декабря на новогоднем стриме. Выиграл у нас тогда Василий, и мы три дня мучились, чтобы ему отправить эту игру. Потому что сначала у него не было стима, он его очень долго создавал. Потом мы очень долго пытались добавить его друзья, узнать его ник. Потом он очень долго пытался нас принять в друзья. Потом он начал скачивать этот стим, в итоге у него места не хватило. И он решил передарить эту игру Матвею. Матвею мы попытались отправить, и тоже не получилось из-за того, что он живет в Израиле, и цены отличаются, и поэтому нельзя ему отправить игру как подарок. Поэтому они выбрали Атаму и Атами. Мы подарили игру. Он выбрал себе Сиосифс. И, в конце концов, у нас груз этот спал. Все счастливы, все довольны. Вот, я готовлю. Никита играет. Погода сегодня ужасная. Мы хотели сегодня снимать новую превьюшку. на канал. Думали, что будет солнце. Солнца нет. Пасмурно, темно. И как-то ни настроения, ни мотивации, ни красивого кадра, так сказать, нет. Сырнички готовы. Не сукните. Делать чай. Делать чай. Или так ты будешь? Чай добавляет. Все, ставлю, значит, чайник. Делаем нам чай. И будем вкусненько кушать. Первый раз готовила сырники. И знаете, что я вам скажу? Первые получились комом. Я такая сразу просекла. Муки маловато. Добавила муки. И стало все четко. Все, попробуем, как получилось. В следующий раз, думаю, получится еще лучше. Но готовила я пока что в первый раз, представляете? Так, я, значит, собираюсь в тренажерный зал. Кристина там кричит. Играет в этот. Фазмофобию стримит. Я собрался в тренажерный зал. Не заниматься особо, а так. Так, как бы мне подержать. Побегать, побегать я иду. Потому что что-то меня беспокоит, потому что я очень много сплю. И то, что я не могу заснуть ни хрена. Я прочитал, прогуглил. Написано, что надо спортом заниматься. Потому что если вы не устаете, написано, то как бы поэтому и тело ваше не хочет спать. Вот так вот. Короче, я решил, пойду хотя бы побегаю. Не знаю, насколько это войдет. У меня в привычку. Надеюсь, пойдет. Хоть не каждый день. Хотя бы через день ходить там на полчасика нормального. Кристина не захотела. Но она и ей не надо. Она даже кто-то стримил, сидел. Там ребята смотрят. Так что пускай стрим не заканчивается, не обрывается. Ой, короче, еду. Не знаю, побегаю, может еще что-нибудь поделаю. А может и нет. Размялся дома, кстати, чтобы там. Что-то мне там как-то неудобно разминаться. Поэтому размялся дома. И там уже буду только заниматься. Я тут немножечко бегаю. Шесть с половиной минуток всего лишь набегал. Ну сейчас еще метров пятьсот. Хотя бы наверну. Не знаю, пойду, может еще ноги покачаю. Я там гантельку какую-нибудь потяну. Да и все. Пойду. Я вот уже говорил, что я не хотел приходить на такую основательную тренировку. Я хотел прийти немножко. Хоть чем-то физическим заняться. Побегать там. Хоть как-то мышцы размять. Потому что реально целыми днями сижу за компьютером. И уже как бы сам на себя ощущаешь, что это не очень хорошо. Наверное, мне сказывается. Поэтому хотя бы вот такие минимальные разминочки делать, конечно, постараюсь. Периодически. Вот так. Вот было четверо людей еще помимо меня. Но все уже, как вы имеете видеть, ушли. Я остался один. Я так на самом деле спокойно, классно, когда непонятно. Вообще занимаешься себе, балдеешься, айфом не думаешь. Класс. Немножко я даже вспотел с непривычки. Короче, немножко там попотягивался. Покачал еще ноги. Для это. Для разминки. Плечи там и все. Иду. В общем-то, на беговые дорожки я прибежал сегодня. 1600. Ё-моё, как дверь открывать? Не открывается дверь. 1600. В принципе, я думаю, на первого подхода нормально. Так, а свет-то надо выключать, ё-моё. Ребята, вы еще молчите. Свет-то надо выключать. Так, вроде ничего не забыл. Ключи у меня. Крыточка у меня, камера у меня. Все. Иду домой. Мы только что достримили. Кстати, сегодня был очень даже неплохой эфир. Очень много людей смотрела. И это хорошо. Играли и Fortnite, и Fall Guys, и Фазмофобию. И чувак, который получил уже игру, он ее скачал. Скорее всего, завтра будем играть все Сивс. Только не знаю, утром или днем. И сейчас садимся кушать. Я подогрела нам пюрешку. Сделала салатик. И достала селедку, которую нам посоветовала работница в магазине. Говорит, что она вкусная. Я ее открыла. Маринад вообще не соленый. Так что я не знаю, ли селедка вообще соленая будет. Во-вторых, селедка с костями. Я расстроилась. И в-третьих, стоит в 2 или в 3 раза дороже, чем ту, которую мы покупали обычную филе, без костей и на развес. Сейчас будем пробовать, короче. Но пока что селедочка меня расстроила. И Никита сейчас присоединится ко мне. Мы, в конце концов, поедим нормально за обеденным столом, а не перед компьютером. Когда мы в последний раз тут ели? Вот именно. И после чего посмотрим сериал. Нам осталось две серии. Интересно, чем... Первый сезон. Да, в первом сезоне. Интересно, чем все закончится. Я прям жду. Я только что загрузила посудомойку. Выключай свет, правда? Мы будем смотреть сериальчик. Только что покушали. Как тебе селедка эта? Ну, нормально. Это тебе прям так категорически не понравилось. Мне прям капец не понравилось. А мне типа, ну, он такая... Не скажу, что у нее нету вкуса. Как ты говоришь, есть вкус. Просто он не такой яркий. Он такой слабо-соленый селедка. Ну, не то, что слабо-соленый. Но ее какую-то вообще не посолили. Ну, цена-качество я вообще не понимаю. Вообще, вообще. Получается, мне она не понравилась с первого укуса. Я сказала, фу, Никита, я это есть не буду. Никита сказал, ладно, я съем денег, жалко. Вот и все. Садимся смотреть сериал. Включишь? А то я уже уселась так. Смотрим, смотрим. Только надо пробел нажать. Так я у тебя спрашиваю, или ты включишь. Все, Никита включает. Мы досмотрели сериал. Досмотрели первый сезон. Никита, поставь, может, скачиваться второй, чтобы на завтра? Потому что вообще зашло, классно. И надо смотреть быстрее второй. Смотреть, или вышел третий. Я сейчас сажусь монтировать, значит, влог. А Никита там смотрит, как Маша, а не Кастер, стримит фазомофобию. Пытается слушать. Пытается слушать. Так надень наушники. У тебя наушники есть, е-мое. Кого-то убили там. Вот сажусь монтировать. Надеюсь, быстро смонтируется на мои ноутбуки. Вроде как, когда переустановили всякие Windows, у меня он стал работать в разы лучше. И я надеюсь, что так и продлится еще долго. И я, когда смонтирую, он быстренько сохранится. Мы выложим видос и пойдем спать. Сейчас у нас 21.20. Как бы еще нормально. Я планирую встать утром в часов шесть. Никита тоже как бы так планирует. Но неизвестно, или Никита станет. Но за себя я надеюсь. Потому что сегодня я смогла сама запустить стрим. И это было очень круто. Ребята такие, вау, молодец. И Никита многородится, потому что я сама смогла запустить. Без всякой поддержки, помощи и так далее. Так что вот такие вот делишки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до завтра.